Приветствую, друзья! Добро пожаловать на канал БАДУК-1 Новая партия у нас Так, прям как В средневековой Японии началось все Все по третьей линии Ну, это похоже на Кабояси То есть я могу, в принципе, сыграть в свободном углу Он тогда сыграет как-нибудь высоко Не высоко, а я имею ввиду, закроет угол И там уже будет какое-то мое Давайте спросим Хорошо, давайте тогда забирать угол Да, это хороший ход Хорошо, давайте забирать угол Ну, я тогда эту двушку заберу То есть я просто подвинусь И дальше Лесенка работает за меня То есть ему придется как-то выпрыгнуть И потом я просто добавлю ход Ну, потому что я очень сомневаюсь, что он мне отдаст эти два камня Эти два камня, это очень большие камни Смысла их отдавать нет Такой ход Значит То есть я могу теперь добрать Либо если я вытянусь То, возможно, это будет ГОТА То есть, наверное, мне нужно добирать Вопрос, с каким ходом Да, наверное, вот таким ходом доберу Да, это ожидаемый ответ Да, это ожидаемый ответ Но дальше Что мне делать дальше Я, наверное, здесь спущусь Чтобы он не получил Пануки Хоть там и ГОТА В общем, пока необычная партия Такой ход Хорошо, давайте крепко просто играть Пока у Белого все очень хорошо Но Акзи здесь остается от этого камня Да, то, что он сыграл Тануки Это правильно? Значит А как у нас это получилось? Ну, то есть, если я сейчас сыграю верхний Кокари То Вряд ли он так же будет стукать Да, он, скорее всего, сыграет Какое-то зажатие Ну, давайте проверим То есть Я думаю, он как-то сыграет сюда или сюда Может быть, высоко Да, вот он сыграл высоко В принципе, на этот ход мне не обязательно сразу отвечать Пока посмотрим, что там можно сделать То есть, что здесь происходит? Я пока, честно говоря, не понимаю Похоже на то, что он получает какую-то мощнейшую плотность На всю доску сразу С этим камнем Я пока не знаю, что делать Почему-то мне хочется сюда сыграть Но он должен теперь разделить Как-то маяками То есть Так, так Или стукнуть Или что-нибудь Еще любой ход Чтобы я не сыграл сюда Если я сюда сыграю, то Как-то за него будет странно смотреться Ну да, таким ходом он тоже может разделить Но Теперь Я здесь получаю Прилипание То есть Если я играю сюда Он играет хана Я порежу Он оттарь Я спускаюсь Он спускается Я забираю камень И он тут все отрежет В принципе, этот ход из джосаки И В этом джосаки есть такое прилипание Дальше хана Я подвинусь Или я могу соединиться Но Если я просто как-то соединюсь То он сделает себе крепкую форму Поэтому я подумываю про Этот ход Прыжок через один пункт Который угрожает Сыграть во всем Но на самом деле Всем тут не сильно Страшен для белого Потому что Он вставит камень И я не смогу оттарь изнутри поставить Мне нужно будет оттарь снаружи ставить И потом еще возвращаться К нему И будет очень много Точек разрезания Поэтому давайте пока Наверное я так сыграю Дальше он может соединиться Или стукнуть Или продолжать накрывать Ну партия совершенно необычная Ух ты как красиво Ну красиво то красиво Но я честно говоря не уверен То что это правильно То есть если я сейчас просто сделаю пуш То что он будет делать Ему же нужно вытянуться Теперь Он даже не вытягивается А раз он не вытягивается То он позволяет мне соединиться С этим камнем Ну может быть не соединиться Но сделать такую форму Ну да Соединиться Из-за того что Лесенка То есть Я угрожаю забрать Три камня Это очень странно То что он сейчас сделал То есть партия странная тем Что я пока не понимаю Я играю с каким-то Эстетом теоретиком Или Или реально С каким-то Сильным игроком То есть Хотя пока У белых я бы не сказал Что что-то плохо Угол большой взял Некомфортно то что Нечего атаковать пока Да Да это разумно То что он играет Теноки Спасибо Спасибо А если мы к борьбу начнем Ну то есть Если я например Прилипание сыграю Он же скорее всего Поставит Атария Атария Он пробьет И что Что мне вообще Хочется сделать В этой партии Я думаю Мне нужно просто Брать пока Углы Да Он играет Просто На плотность В этой партии давайте спросим у меня-то угол живой поэтому это все не проблемным для меня если он там пробьет камень это это не будет проблемой если его здесь порежу то это для белого будет очень неприятно то есть я имею ввиду если он пробьет это будет отари и там немало очков то есть там очков 10 но если я здесь сыграю хана то я уже буду определять направлении игры но может локально попробовать сюда выходить но я на этот ход тоже не должен отвечать то есть если он поставит отари я пробью он пробежь двушку я соединюсь по первой линии так на этот ход я наверное должен отвечать потому что если они отвечу на этот ход то он порежет я вытянусь он сыграет хана я сыграю хана и все и он даем скушает ну он может косуме сейчас сыграть в принципе он же может еще соединиться поэтому как-то не ухты неожиданно то есть он позволил мне залезть на верхнюю сторону да он построил мощную стенку но но у меня слабых групп нет а раз у меня нет слабых групп тогда я могу как это называется раз у меня нет слабых групп то я могу по уменьшать и и и и и и Не понимаю я его маневра То же самое, что было вчера В моей партии он мне дал здесь соединиться В общем Куда мне походить Тут у меня остается ход Но прямо сейчас я его не могу играть А дарить ему эти камни Тоже не хочется Вот эти два Поэтому здесь можно как-нибудь соединиться И это будет Сента Не уверен то, что такой ход хороший Но он сейчас скорее всего сыграет сюда И я сыграю двойной хам Наверное Имеет право, да То есть если я сейчас отрежу И он подвинется Хотя нет, он не имеет права Вот я его отрезал У него три степени У меня четыре степени А дальше что? Совершенно непонятно, что произошло Но будет, честно говоря, очень смешно Если он еще и выиграет эту партию Потому что он так У него такая плотная расстановка камней Везде Так, если он поставит Атари Я поставлю Атари, он пробьет Если я здесь соединюсь Нет, давайте я лучше здесь доиграю Но как-то то, что он вот здесь получает очки Меня не тревожит особо Да, это разумный ход Но здесь низ открыт Поэтому Что мне делать Я, наверное, стукну его здесь Потом стукну его здесь И потом просто прыгну Вот сюда То есть угол у меня живой Но центр он закрывает Потихоньку Под шумок Да Вот он закрывает центр Так И И что? И мне нужно просто Из-за того, что у меня нет Каких-то слабых групп Сейчас я подумаю Если я сыграю сюда Потом сюда Если я порежу Если я сыграю по форме Если я сыграю такой ход Ух ты Какой красивый ход Это очень красивый ход Друзья Если я там не перепутал ничего Ага Ну, мне сейчас не обязательно Здесь отвечать Это просто так Разведка Так Я сюда Он хана Я сюда Он порежет Да Я сюда Он туда Я выйду Я тенген Я могу прилипнуть Я могу сыграть сюда Я могу выпрыгнуть С этой стороны С какой же стороны Мне тогда вторгаться сюда Я сюда Он накроет Я хана Он, наверное, порежет То есть Получается Мне сейчас нужно В центре сделать Какую-то группу Если я похожу сюда Он туда Я сюда Непонятно Если я похожу Куда-нибудь сюда Или просто Если я через косу Начну выходить То будет Оттарь Хана Чего-то непонятное Давайте Удар по форме Это, конечно, вообще Дикий запад Мой ход Ну, давайте В китайском стиле Тогда Наприлипаем Попробуем Выжить Ну, ему нужно Убить по форме Теперь Чтобы убить Да Не знаю Я как-то Сомневаюсь То, что он может Убить Тут Один много Вот с этим Камнем Связано То есть Он, наверное, сейчас Просто порежет Такая партия Необычная Ух ты Сухофрукты Не понял я этот ход То есть Я могу сейчас сюда Походить Значит И дальше Ну, туда мне не надо Вкидывать Но Если я Теперь Сыграю Атари И дальше Прилипну Нет Прилипание Мне ничего Не дает Так Здесь у меня Сенте прыжок Такой ход То есть Если я вытягиваюсь Он пушит Я сюда Он поставит Атари Я соединюсь И он Через Атари Вот этот Будет выходить Я выйду Он еще раз Там выйдет И Сейчас мне нужно Просчитать То есть Я вытягиваюсь Он пушит Я играю сюда Он Поставит Атари Я соединюсь А Он поставит Атари И я поставлю Атари Он вытянется И по-моему Там что-то должно Произойти Хорошее Для меня Какая альтернатива Просто соединиться Он доберет Эти камни Не знаю Было бы Лучше Таким ходом То есть Н7 Он сюда Я сюда Он Атари Я соединился Он Атари Пустой треугольник Я вытянулся Он вытянулся Я сыграл Ханы Давайте Наверное Просто попробуем Может и умрет Группа в центре Но Хочется очень Попробовать Эту форму Эту форму Вместе Если Вы Атари С Время С С Попробовать С о такой мне жертвует это неожиданно то есть он трешку мне отдает чтобы видимо здесь порезать так такой ход то есть на этот ход я не могу даже соединиться да мне нужно доедать 3 камни ну давайте доедать ну и дальше вопрос что он будет вкидывать это уже будет выглядеть как овербой если он это хочет убить вот это выглядит логично значит ну и дальше если я сыграю сюда мне это особо ничего не даст то есть я сейчас больше думаю не о выживании как как-то вот этой группы да я сейчас думаю как все-таки мне что-то использовать соединяться здесь я пока не могу давайте пока ход разведку здесь просто слишком много вариантов я не могу найти один супер хороший ход который прямо все сделать но он ответил на этот ход и ответил таким образом то есть теперь я могу что я могу теперь сделать я могу сюда походить сейчас я проверочно туда закинул спросить что он хочет в итоге так хана он сюда я сюда и что это много так что у нас тут происходит я сюда то есть тоже непонятно что это он делает сейчас я сюда он туда я сыграю хана если вышибать очки он вкинет и как я буду выживать тогда непонятно поэтому здесь нельзя жадничать лучше сыграть так теперь у меня точно живая группа нужно чтобы жил мой угол так пока я не понял что он делает ну хотя почему не понял он просто все соединил так если я похожу сюда и он порежет то я отарю на таре изнутри я пробью ну давайте попробуем такой ход ну давайте попробуем такой ход окей оппонент просто играет йоса наверное сейчас будет прилипать сюда или здесь хады и играет да или этот камень отрежет окей но есть нюанс значит в чем нюанс нюанс вот в этом соединении то есть у меня группа умрет но ему придется доедать так он играет сюда то есть я теперь могу порезать но просто поставит а то если я сейчас отрежу о друзья если отрежу это же сэнта я угрожаю трешку скушать то есть ему нужно теперь соединяться как-нибудь если отрежку съем и спасу эти камни этого немало да вот он соединяется ну а теперь просто спрашиваем да что ты говоришь теперь он будет соединяться ну это тоже наверное немного но он сдался ладно а сколько был счет то у меня было плюс 27 то есть в принципе из-за того что он не смог убить группу в центре он проиграл ну вообще конечно очень странный почерк игры непривычно играть против такого друзья давайте посмотрим значит ну начало было нормально дальше вот этот ход тоже нормальный я мог дальше продолжать играть просто на территорию он возможно сыграл бы как-нибудь так и это тоже все играбельно я мог бы здесь тогда прилипнуть ну либо он может быть так сыграл бы учитывая кто какие он стенки строил в партии возможно он бы сыграл бы сюда значит ну и здесь тоже в принципе ничего страшного нет я могу вторгаться здесь есть у меня пространство либо убегут убегать в центр либо там что-то на месте сделать значит не критично но здесь он этим ходом показал то что хочет строить территорию там потом как-то усложнил это похоже на аваланж но это не аваланж значит но в итоге я из олесенки сыграл атари отсюда и решил сразу захватить двушку почему бы нет то есть у меня все вопросы в углу решены угол у меня живет оппонент правда все равно остался крепким вот на данном этапе я думал вытянуться но по моему не имея права он просто поставит атари и заберет и у меня нет гарантированного захвата форсированного этой двушки то есть ничего тут не работает я только этот камень могу скушать поэтому я должен вернуться как-то отыграть в углу в углу я сыграл спуск и оппонент блокирует с этой стороны но оппонент в принципе мог наверное тоже сыграть сюда и вытянуться и и это очень неприятно для черного то есть ну окей ладно я бы наверное сыграл сюда если так то наверное так да то есть это за белого не работает да и что вот честно говоря не вижу что возможно сюда и не нужно было играть то что он заблокировал снаружи это логичный ход значит но это гота то есть у меня три степени у него две поэтому я тут думал что мне сделать вот и наверное здесь я ошибся мне не нужно было вытягиваться если я не хочу давать ему по ноке то мне достаточно просто соединиться это было бы лучше чем вытягиваться но помимо этого я конечно могу сыграть сюда но тогда он может вот так ответить и мне придется возвращаться и мне не понравилось то что теперь мои два камня непонятно что тут делают потому что белый может еще здесь по ноке получить и грубо говоря у него здесь крепкая группа и здесь крепкая группа и что делают мои два камня непонятно вот поэтому да вот это было плохо очень много форсированных ходов получил оппонент то есть здесь нужно было просто соединиться и ну я имею ввиду этот ход соединения лучше чем спуск но лучше ли этот ход чем ты ноке например игра в свободном углу я не уверен да пока за оппонента все хорошо то есть он он построил хорошую плотность да какие-то адзи есть и наверное вот этот весь маневр был неправильным то есть я не стала наверное начал хотя у меня выбора нет у меня нет выбора потому что если я тут начну просто в лоб резать да то я потом не смогу сыграть хана из-за вот этого отаря то есть у меня выбора как бы не было мне все равно нужно было бы вернуться в е2 поэтому я решил походить сюда он сыграл здесь и я думал еще вот над разрезанием но если он поставит отаре я поставлю отаре а тогда я ничего не добьюсь он просто пробьет и здесь до мазумари то есть мне придется возвращаться и у него будет супер группа да хорошо что я так не сыграл значит да здесь тогда я играю сюда ну я думаю это все тоже плохо для меня получилось потому что я его просто укрепил я определил позицию и дал ему эту бамбу сыграть это плохо то есть здесь было какое-то адзи но я так и не понял как им пользоваться глобально мой угол живой и самое простое я мог бы вытянуться и выпрыгнуть но не прямо сейчас я просто локально показываю там если у меня появились камни то есть вот смотрите я это отыграл и потом сыграл сюда то есть я его уже вот здесь укрепил и дальше у нас началась какая-то борьба то есть если мы представим то что это произошло без этого обмена то есть я сюда он сюда я прилип он хан я подвинулся он подвинулся по моему в парте да вроде бы да если я не ошибаюсь сейчас я под хочу подглянуть извините а вот был какой-то пафосный ход да я не помню чтобы он накрывал был пафосный ход то есть мы возвращаемся этот обмен убираем и дальше делаем тоже самую комбинацию вот эту вот пафосную комбинацию и теперь вот с этим маневром теперь у меня побольше как бы маневра получается то есть я могу здесь вытянуться отпрыгнуть он порежет и что если я поставлю отаре он же должен ответить и я сыграю сюда как он из этого будет выпутываться то есть хотя может быть и выпутается то есть мне не нравится вот эта вот форма за черных здесь локально есть если мы там добавим какой-нибудь обмен то здесь локально есть вот этот ход неприятный и черный отсюда особо не убежит из-за вот этого поэтому так нельзя вернуться все удалилось автоматически ну в общем я показал я жалею то что я определил вот эти вот ходы сыграл оппонента уже укрепил это это усложнило мне задачу уменьшения воя значит да и просто получается то что здесь на ровном месте оппонент мне ну это какой-то дикий оверплей то что он сыграл здесь белому когда у тебя мощные стены тебе нужно играть крепко какой смысл делать мощные стены и вот такой ход который должен отрезать если ты в итоге делаешь какой-то такой ход который сводит вот этот ход на нет то есть этот ход уже не работает да вот это было очень странно это как бы инконсистенс такой то есть непоследовательность ну здесь в принципе все форсировано дальше он добирает угол я здесь пробиваю ну то есть то есть что получил оппонент он получил большой угол и вот эту вот стенку здесь какой-то адзи все равно осталось ну и плюс он получил темп и он тратит его на большой ход поэтому вроде бы пока за белых окей но постепенно постепенно у белых нет территории здесь я решил ограничить да потом я начал к борьбу вот и в итоге мой оппонент отдал мне эту к борьбу то есть он просто закрылся и и и начал играть сюда но я я хочу так сказать со стенками нужно играть уметь и когда мы строим стенки мы должны уметь играть агрессивно мы должны уметь бороться в том числе на к борьбе должны создавать какие-то сложные ситуации то есть стенки как бы это сказать помягче они не для эстетики нужны вот стенки это оружие и поэтому если ты драться как бы не умеешь то просто делать стенки которые не убивают это это очень сомнительный путь игры вот поэтому в парке я честно говоря не понял ну то что он вот здесь переключился да там то что он эти три камни мне отдал как то как будто ему не хватает счета и но с другой стороны есть очень важная концепция в го это концепция жертвы и без концепции жертвы выиграть партию ну вот на каком-то уровне то есть до какого-то уровня можно без жертв дойти а потом нужно научить себя чем-то жертвовать и в принципе то что он сыграл и здесь и здесь это похоже на какие-то жертвы если это так тогда это можно сказать какая-то тональность высокого понимания игры но но пока вот на данном этапе то есть практика показала то что оппонент не может удержать очки он просто как-то то ли считать не любит то ли еще что то да то есть вот не хочет удерживать очки он просто продолжает строить формации ну в принципе окей ну глобально чисто теоретически моя группа в центре могла и умереть поэтому такой стиль игры тоже может быть да то есть еще раз очень важный момент который я хочу уточнить то что мы строим стенки для атаки значит это первое второе но так же есть концепция жертвы но просто вот если мы вернемся сейчас сюда да в эту на левую сторону и отмотаем вот обратите внимание то есть когда у белого такая позиция очень сомнительно то что белый как бы планирует то что черный здесь выживет ну но с другой стороны это произошло не бесплатно для черного то есть черный здесь выжил но белый уже закрыл угол и получил вот эту стенку которая в принципе работает с этими камнями то есть я уже просто так убегать не могу вот поэтому вот это для меня было странно то что можно как то его стиль игры трактовать двояко либо он там с глубоким каким то пониманием либо он просто не умеет пользоваться стенками вот вот либо он просто там просчитался или давно не играл ну как то так то есть вот остается понимаете впечатление после партии я пытаюсь его сформулировать значит хорошо то есть здесь у меня был выбор я мог конечно в эту сторону идти но здесь я думаю он мог бы просто сделать какой-нибудь такой обмен и дальше ну такие ходы это конечно в моем репертуаре да вот играть туда ну он мог спокойно сыграть куда-нибудь сюда но здесь правда будет очень болезненный ход в этот пункт вот поэтому возможно он бы здесь вытянулся угрожая меня запечатать потому что у него здесь есть два камня уже и у черных камней здесь внутри нет вот но с другой стороны то есть получается если мы здесь добавим еще один ход он вытянется и я просто сыграю сюда и допустим там он все вот это отыграет и запечатает меня то что наверное мне так и нужно было играть потому что здесь у меня из-за того что есть живая группа крепкая да ну то я могу просто точно так же сыграть сюда там либо сюда то есть для меня не будет проблемой вторгаться и наверное мне нужно было так играть то есть я не в ту сторону вырулил партию то есть вот это направление игры когда он строит стенку хотя не знаю но в чем в чем проблема этой стенки была в том что она коррелировала как то вот с этой группой хотя та стенка возможно тоже был коррелировала с этой группой сложно проанализировать но дальше была какая-то такая борьба здесь если я пробью и он порежет то я могу конечно так походить но он просто заберет эти камни вот а если я сыграю как-нибудь сюда то он может в любой момент добрать а возможно у него есть какие-то еще форсирующие форсированные ходы но я бы на его месте не жадничал я бы просто добрал и по моему здесь черный все равно умирает поэтому я не мог позволить порезать да то есть теперь у него была здесь стенка то есть еще раз была здесь стенка и тут был камень высокий я здесь выжил дальше у него была здесь стенка и здесь камни я сюда залез теперь он строит там у него не получилось там у него не получилось но он пристроил под шумок угол получил крепкую форму и плюс эти камни то есть в итоге это все сужается и все сложнее и сложнее выживать внутри вот здесь я подумал таким ходом но окей но честно говоря странно то что получилось партии то что это тоже у него умерло и какой смысл резать если ты в итоге подвинешься то есть смотрите в чем что я хочу сказать я хочу сказать то что да так можно играть если ты намерен вот эти камни пожертвовать но если ты их намерен пожертвовать для того чтобы получить высокую форму здесь и закрывать какую-то мою тогда ты хочешь это жертвовать через вот этот атари то есть хочется поставить такой атари и дальше сюда сыграть и теперь это уже чуть-чуть отличается то есть ну я думаю здесь черному нужно как-то доиграть например как-нибудь сюда и белый может играть куда-нибудь сюда и вот теперь это очень похоже на мою если черный сыграет здесь то белый может сыграть здесь то есть вот это уже похоже на какое-то мою в которое крайне сложно заходить черному можно по чуть-чуть по отщипывать вот но белый не должен жадничать он просто будет забирать и здесь маловероятно то что можно выжать но другой вопрос достаточно ли этих очков если черный так будет отжимать в общем здесь не совсем было понятно зачем ты режешь и потом позволяешь соединиться вот это было странно и этот ход тоже как бы почему он не сыграл сюда ну это непонятно для меня то есть я здесь скушал да он получил форсированные ходы ну блин это много очков я рад а то что у него вот здесь будет территория это не проблема так дальше он тут доигрывает какой-то и дальше играет сюда вот это мне совершенно непонятно то есть когда у тебя низ открыт и у тебя есть такие стены зачем ты вообще играешь по третьей линии тем более угол ты не атакуешь он не умрет то есть я бы на месте оппонента просто играл бы сюда да здесь если черный побежит то можно вот так же запечатать ну то есть не дать ему далеко прорваться можно как-то вот так сыграть и все и черный уже не прорвется но здесь хотя бы вот ударов в плечо есть какой-то смысл работы на центр а то что оппонент играет с этой стороны это очень странно я здесь тоже очень странно ответил на самом деле то есть я ему помог с обеих сторон так не делается то есть еще раз как не делается мы видим то что здесь назревает мою уже практически есть соответственно нам в это мою нужно будет вторгаться ну так вот если мы будем вторгаться в мою то мы сперва не укрепляем оппонента чтобы это мою сделать посложнее да типа ага у тебя пока слабая защита давай вот я тебе сейчас помогу усилить и потом нападу на тебя да то есть это как-то получается ну как это сказать в общем это неправильно если ты хочешь вторгаться нужно вторгаться сразу зачем укреплять оппонента перед тем как ты туда залезешь то есть это будет для тебя сложнее вот поэтому в принципе я здесь мог как-нибудь вот так сыграть здесь можно наверное Хана сыграть ну что-то попридумывать если он там порежет то я тоже могу порезать например если он там это дело будет жертвовать как-нибудь так да то то что то я бы наверное поставил Атари потом бы здесь добирал или может быть еще раз поставил Атари потом бы здесь добирал иначе мою двушку съедят вот и я думаю он бы дальше это все как-то вот так доедал я бы здесь как-то выпрыгивал в центр он бы меня ограничивал и и непонятно что то есть туда я точно уже не залезу я сейчас грубо говоря выбираю там играть не сюда или куда-нибудь сюда или куда-нибудь сюда сложно в общем окей я его в итоге укрепил и запрыгнул то есть с точки зрения уменьшения правой стороны ничего страшного я не сделал то есть но с точки зрения того что у него мою в центре да это было плохо да это был супер ход который угрожает порезать вот он на него быстро отреагировал это хорошо вот и дальше я начал ну то есть опять же вот на этом этапе я совершенно не понимал что мне делать в центре то есть каким ходом туда залезть уменьшать или вторгаться и я начал с такого хода это конечно очень борзый ход но он как бы ломает форму белых и и обратите внимание этот ход и создал такую форму из-за которой мой оппонент в итоге сдался то есть это запоминаете вот у этих трех камней это ключевой пункт теперь почему я играю в этот ключевой пункт потому что я считал адзи какие-то связанные с этим камнем да и мне нужно что-то придумать то есть понятное дело если оппонент сыграет сюда я просто соединюсь то уже как бы мою он потерял ну значительно сократилось то есть там он может куда-то сюда сыграть я еще сюда прыгну он может сюда сыграть не знаю может быть я как-то так сыграю если он будет с этой стороны блокировать ну то я могу просто здесь выпрыгнуть и потихоньку-потихоньку поуменьшаю ну тоже не знаю а сколько в итоге очков-то будет может быть у него больше очков сейчас да, показывает у белых больше очков то есть вот в этом тоже опасность вот этой игре против моря поэтому поэтому я решил вторгаться чтобы не считать вот эти вот очки хватит мне или не хватит просто берем вторгаемся этот ход мне только помогает то есть хана бесплатно потом я еще прилипаю еще хана бесплатно его тягивания вот и потом была странная ситуация у нас то есть во-первых вот этот ход он не такой уж и сэнто вернее он вовсе и не сэнто то есть допустим он порежет допустим я соединюсь и допустим он поставит отаре что тогда делать черному черный здесь никак не соединиться то есть здесь никакого захвата ко мне нет тут есть только сжатие но и что то есть у меня будет вот такая форма и и конкретно как выжить этой группе я не знаю то есть все равно проблема у меня осталась там ему желательно добавить ход какой-нибудь и скорее всего группа умрет вот то есть тут ничего нет поэтому когда он поэтому вот на этапе отари мне нужно было бы играть по-другому то есть мне скорее всего нужно было бы выпрыгивать если бы он тоже как-нибудь там выпрыгнул я бы выпрыгнул как-нибудь сюда и дальше не знаю скорее всего я пока не вижу как выживать то есть вот по ощущениям черный здесь не должен был выжить вот я когда сейчас смотрю черный не должен был выжить значит но оппонент вот здесь не порезал и дальше дальше я не знаю почему он испугался то есть я считал другой вариант я считал вот этот отари вот этот отари еще вытягивания и что ему не понравилось я не знаю то есть то есть что именно то что вот здесь есть этот камень и то что я могу поставить какую-нибудь отари или то что я могу здесь поставить хана но если мне ставить отари то нужно прямо сейчас вот а дальше что мне делать я не понимаю все равно то есть например если я сыграю сюда то он может просто так сыграть и у меня будет Донидзумари я не смогу захватить его камень и тогда если я похожу сюда он нажмет я сюда он поставит отари и я соединюсь и это мертвая группа то есть я пост нет это его ход я думал это мой ход это его ход вот тем более вот то есть здесь все умирает на самом деле за черных и и тем более тогда у меня претензия к оппоненту если это была мертвая группа нафига ты строишь все эти стенки и мою если ты не умеешь убивать такие группы а ведь это не такая уж и сложная была группа чтобы ее убить просто мы забили все степени снаружи и выяснилось то что у черных нет двух глаз то есть это не какая-то супер задачка там для седьмых данных ну вот как то так получилось то есть тут не дожал оппонент там не дожал я вот я вот этого не понял зачем зачем он пробил эти два карта что это ему дает не понял что это зачем это все было то есть он боялся то что я здесь то есть допустим я ставлю отари и что и вот я поставил отари если он здесь пробьет то что я поставлю отари и дальше вот это вот вкидывание оно особо не работает потому что у меня у самого всего 2 степени остается поэтому я не понимаю зачем он потратил темп сюда ну а дальше что у нас было дальше дальше я в принципе уже достаточно свободно себя чувствовал то есть по эстимейтеру уже поровну грубо говоря но с точки зрения иоса у меня более выгодное положение потому что я углы все позабирал ну кроме этого да но я имею ввиду у меня камни по второй линии и хорошие формы то есть ему как бы нужно защищаться против моего иоса а не наоборот то есть у меня везде уже все крепко вот поэтому конечно же я об этом не знал я не знал сколько сейчас очков но просто мне хотелось поэксплуатировать адзи этого камня и я для этого сыграл сюда но конечно я себя чувствовал поспокойнее от того что моя группа ну не умерла полностью да то что я хоть что-то там спас вот такие дела друзья на самом деле партия такая неоднозначная она как это сказать наверное получше чем вчерашняя партия потому что вчера был такой конкретный затоп и неприятный осадок а сегодня сегодня был интересный стиль оппонента и получается то что ему не хватило именно агрессии что ли то есть стенки это стенки но но добивать как бы надо вот но в принципе партия была очень близкой если бы он выиграл то это была бы красивая победа потому что по сути дела у него такой стиль а ты хочешь это скушать но ты кушай а я взамен построю стенку а ты там хочешь торгаться ну ты вторгайся я взамен построил стенку и в итоге он построил везде стенки в которых невозможно выжить и этого было больше да то есть и он так выиграл это конечно красиво это такое айкидо получается но у него айкидо со мной не получилось окей друзья тогда до новых встреч спасибо за внимание спасибо за внимание